Проповедь сороковая. И говорил народ против Бога и против Моисея, Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. Числа, двадцать первая глава, пятый стих. Жалобы израильтян содержат большую ложь. У них был хлеб. Им пришлось тут же поправиться и признать этот факт. Правда, они называли это манной, а не хлебом. Они дали ему некрасивое название. Вы, наверное, тоже знакомы с людьми, которые, получив от Бога большую милость, все равно говорят так, будто они совершенно покинуты. Неверие настолько слепо, насколько дальновидна вера. Неверие ничему не радуется, а вера во всем находит радость. Представьте себе, они говорили, «Душе нашей опротивила эта негодная пища». Они хотели чеснок, лук, репчатый лук, что-нибудь острое и сильное. Они тосковали по мясу. Им хотелось грубой и опасной пищи. Бог знал, что это неподходящая пища в жаркой пустыне и дал им лучшую пищу. Они жаловались, когда им нужно было бы хвалить и благодарить. Может быть, кто-то из нас тоже в таком состоянии. Вы так пали духом, что больше не хотите жить в вере. Вы больше недовольны старым Евангелием. Вам хочется жить по чугунной философии, лежащей годами на вашем рассудке. Не странно ли, что называющие себя христианами гонятся за такой пищей, а об Евангелии, которая может их спасти и дать им силы, они говорят, «Оно уже слишком затасканное. Мы уже так часто слышали все это». Господь услышал их ропот. О, это серьезно! Бог слышит как голос веры, так и голос неверия. Насколько сильно Бог любит веру, настолько ненавистно ему неверие. Если наша вера сильна, то Бог может все делать с нами и для нас. Он даст нам силы во всех трудностях, так что мы сможем сказать вместе с Павлом, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Субтитры создавал DimaTorzok